Значит, тема моего доклада это расширение экономических возможностей женщин. Ну, есть уже в английской, в западной экономической, так сказать, литературе, есть такая новая фраза, не новая, но с новым содержанием. Women's economic empowerment. И что это такое, и почему я подумала, что это было бы интересно, чтобы по-другому проанализировать, не с точки зрения, в моей перспективе, с макроэкономической, а на микроуровне. Что происходит в семье. И в то же время считаться с уровнями, сельских, так сказать, женщин. У меня уже где-то 6-7 лет я работаю вот в этих сельских районах, и работаю над программами развития экономического, аграрного, сельскохозяйственного, и очень много интересных вещей мы там, так сказать, нашли для того, чтобы потом расширять и новым содержанием усиливать вот этот термин, эту дефиницию, концепцию женских, расширение женских экономических возможностей. Мне очень нравится вот эта фраза, которая принадлежит Кристину Лагарду. Она директор, правящий директор АМФ. АМФ, да, вот она говорит, что когда женщинам хорошо, экономике тоже хорошо, да, но в этом она много чего подразумевала, да, когда говорила эту фразу в докладе в Тарвасе. Что такое экономическое расширение экономических возможностей женщин? Ну, эта концепция содержит две перспективы, так сказать, две компоненты. Первый компонент – это доступ к ресурсам. Есть ли у женщин такие же доступы к ресурсам, так сказать, к экономическим возможностям, как и у мужчин? Вот мы должны об этом подумать, да. Это то же самое или что-то там есть различие. И второй очень интересный компонент – это то, что мы уже говорили обо всем, но это по-другому, да, как-то. И это agency, how to make an active economic decision. Что agency? Женщина как agency, как агентство. Женщина, которая сама делает, которая принимает участие, сама делает эти decisions, да. Вот доступ и женщина как человек, который принимает участие. Не участие, а лишение, да. Вот это все вместе. А графически вот это так, так сказать, так смотрится, да. Доступ и agency, power. И вот это все вместе с женщиной, которая экономически, она independent, да, самостоятельно, и она делает экономику лучше. Да, вот где вот эта перспектива на расширение экономических возможностей. Что, как мы это сможем сделать? Если мы анализируем, вот, сектора экономики в гендерном перспективе, да. Вот что это значит? И возьмем скотоводство, потому что мне приходилось работать в скотоводстве. И что там происходит? Если посмотреть на рынок скотоводства. Что там делает женщина? Что делает мужчина? И потом, что происходит? Кто получает, так сказать, прибыль? Потом, если у женщины power, да, сила, чтобы она сама купить, купить, то она получает деньги, а потом она сама, это деньги уже не ее деньги, да. У нее совсем нет agency, чтобы потом тратить эти деньги, как она хочет. Или вот, не знаю, вот это очень интересно. Вот это, так сказать, различие функций. И потом посмотреть на это, что мужчина делает, что женщина делает. И потом, где нужно интервенции, чтобы реально получить изменения на рынке, например, скотоводство или пчеловодство, или не знаю. Так что надо очень, так сказать, трезво, очень такой сильный гендерный анализ делать, чтобы знать в экономике, да, что происходит. Это очень интересно. И вот когда мы делали вот эти интервенции, вот в скотоводстве, например, мы с такими проблемами старкивались. Вот я вам скажу, вот artificial insemination, например, скота, ну как это будет по-русски, искусственное... Аземиария. Да, и вот получается, женщины, которые, они сами следят за репродуктивностью, например, скота, они потом совсем не участвуют в том, чтобы... Да, ну, например, позвонить ветеринару, они не участвуют, потому что вот язык такой, так сказать, секс-истории, ну, не знаю, да, в котором женщины уже не могут участвовать. Иногда для участия женщин в каких-то там секторах экономики не допускается, потому что традиционно женщина не может говорить на этом языке. Вот, ну, очень интересная, да, вот такая. Потом, очень интересно здесь, физическая мобильность женщин. Вот женщина, которая сама, например, мелкинг, да, дуэлл, она сама там, если кто-нибудь придёт дома, она продаст этот молоко и сын. Она сама не может на рынок пойти, потому что, опять-таки, и в общем степени в более традиционных, так сказать, комьюнити, в Грузии, это... Община. Община, да. Вот это физическая мобильность. Это очень большая проблема для сельских женщин, чтобы они активно участвовали, так сказать, в рыночной системе. Да, вот так что этот анализ даёт нам знать о тех вот этих гепах, которые существуют. Это очень интересно. Ну, например, вот этот, supporting functions. Какие ресурсы контролируют женщины? Вот, например, я вам скажу, вот вет, этот, аптека. Да, женщина сама, она всё делает, чтобы Скотту было хорошо, но сама, опять, она не может там пойти, да, где-то в центре, не знаю, в маленьком городке, опять-таки, мобильность. И вот проблема в том, что на какие ресурсы, на какие... у неё есть доступ. Так что на какие ресурсы она реально имеет доступ. Вот, например, когда мы спрашивали женщин, вот вы получаете деньги от этих, да, от молока, там, сыра, что вы потом делаете? Это какие деньги? Это ваши деньги? Вы можете сами вот что-нибудь распределить? Ну, а все, конечно, говорят, что нет, это семи деньги. Вот, когда мы спрашиваем, если у вас там, вот, Калба Тони Нана, она говорила о time poverty, да, очень интересно, это в плане экономики тоже, да, время... Бедность. Время и бедность, да. В этом плане. Вот, когда мы сельским женщинам задавали вопрос о том, сколько у них времени, например, на вот эти хозяйственные активности и на себя, вот в wishful thinking был то же самое, то, что они и так делают. Вот, например, я, не знаю, дую там этого скота, ну, где-то час или не знаю, да, сколько времени они хотели бы потратить на это? Они говорят час, они не говорят, что 30 минут. Нет, потому что у женщин, это очень интересно, что такой вышел с ики, не остается время на то, чтобы думать об этом. Это интересно, и это дает знать о том, что вот женщины, они так вовлечены в хозяйстве, там, во всем, они другой жизни, другой жизни нет. Да, да, еще вот я хотела бы сказать, ну, третий, так сказать, компонент этой перспективы, вот эти законы, policy, да, какие у нас законы, они gender friendly, кто-нибудь из наших законов анализировал с этой перспективы. Это не касается только гендерных законов, это касается всех законов. Надо, чтобы какие-то ресурсы, конечно, были, так сказать, на том, чтобы вот наши организации, которые работают на гендерном равенстве, они имели возможность проанализировать и гармонизировать все законы, потому что они очень мешают вовлечении женщин, ну, в этой случае экономики, да. Ну, этот social community acceptance of women in various jobs. Ну, в сельском хозяйстве, во всех, у женщин, вот, например, вот у нас был такой проект, USAID, готовили трактористов, например. И вот объявление было, что вот, ну, есть такая, такие курсы, но, конечно, ни одна женщина не пошла на эти курсы, потому что и вообще-то, и в каких-то селах есть женщины трактористы, но из-за того, что есть, так сказать, что это не женское дело, никто не пошел. В Савинское время женщины садились за трактористы комбайнеры. Да, да, но сейчас немножко изменилось. И было очень другое проблему. Да, я понимаю. Слобок собирали комбайнеры. Знаете что, вот в этом я работала в Юле, был один проект, финансировал USAID, опять же, и женщины, там, предприниматели отдавали деньги, но когда мы потом тренировали фасилитаторов, те, которые искали этих женщин-предпринимателей в селах. И знаете, какое объявление сделали? Чтобы женщины тоже приходили, потому что на первых встречах только мужчины, несмотря на то, что этот проект был для женщин, и эти гранты для женщин, только мужчины пришли, да? Так что вот когда организовать, организуем такие вещи, можно о многом, так сказать, думать, чтобы потом не исключать женщин из-за вот этого среды. Да, вот так, механично. Мы не хотим, чтобы они были исключены, но если мы не знаем вот эти такие изюмники, это обязательно случится. Так что это было очень, так сказать, интересно для меня. И вот женщины о принятии решений, да? Это тоже, так сказать, они, конечно, вот когда в селах мы задавали вопрос, вот вы принимаете ли участие в комьюнити митинг, да? Когда вот в муниципалитет, из муниципалитета кто-то приходит, ну, оказывается, что мало женщин принимают участие. Потому что, опять-таки, никто не говорит, что и женщин, и мужчины должны там быть, да? А если не говорить об этом, тогда приходят только мужчины, да? Но вот такие проблемы с тем, как воплечить, так сказать, женщин в экономике, в политике, в этом смысле, ну, решение экономических возможностей. Ой, что произошло? А, все, извините, извините. Да, вот это вообще те вопросы, которые вот такие, когда организации работают над гендерами, так сказать, вопросом мы должны учитывать, да? Да, место женщины в семейной структуре. Ну, вот когда мы вот эту проекцию делали, давали им листок, и там этот кружок, да? И говорили, что вот себя поставьте на этот кружок. Они всегда себя поставляли где-то, ну, не в центре, конечно, да? Они очень адекватно, так сказать, эту проекцию анализировали, что они не в центре, они где-то, потому что, да, не участвуют в этом. А если, да, ну, там различия, конечно, между субкультурами, я имею в виду, там, национальные, ну, меньшинства, там, села в горах, села, где недалеко от, так сказать, городов. А с мужчинами? А с мужчинами? А, с мужчинами. Женщины всегда жалуются, что женщине много кофе пьют, что они очень много кофе пьют, да? У них очень много времени на это. Да, вот еще один из этих вопросов, которые интересно задавать, это to what extent, да? Насколько жизнь женщины интермедиейтся. Как это будет по-русски? По-моему. Опоследован по-русски. Мужчины, да? Потому что всегда так происходит. Женщина, она занимает какое-то место в семье, занимается там с хозяйственными делами, а ее жизнь, она, так сказать, да, мужчина. Это такая структура, которую мы все очень хорошо знаем, так сказать. Да, и вот эти сферы, да? Не во всех сферах, кстати. Есть какие-то сферы, где женщина, ну, себя более, так сказать, но в основном в экономических активностях это так происходит. Да, очень интересно, вот какие навыки у них есть, да, чтобы вот бизнес начинать. Оказывается, что все так, у всех женщин они что-то знают, или кондитерское дело, но они все, что знают, они не смотрят как бизнес, income generating активность, потому что они не чувствуют себя так свободно, чтобы креативно, так сказать, фантазимовать. Да, все, уже мой русский, уже все-все, пурь-н-пурь, да? Я все, скоро закончу, да? И очень интересно, вижу, да, как женщины себя, да, вижу в этом экономической системе. Когда я об экономику говорю, я все, ну, веду, потому что экономика это часть всей социальной, политической, так сказать, системы. Так, ну, это я уже говорила. Да, я хочу несколько фотографий вам показать, вот этих женщин, о тех, кто я говорила, вот это из Ачарии, она сказала, что несколько, сто там род принимала, она вот в своей... Сие, да, да, да. Сейчас уже не работает, но она и скотом занимается, и семьи, и роды принимает. Роды у кого? Людей. Людей, людей. Людей. Да, значит, еще вот, эта женщина, она из тоже такого, она мусульманка, из Аджарии, и вот она носит вот этот платок, и она сказала, что вот в семье, где-то 10 лет тому назад, потому что что-то изменилось в ее семье тоже, она сказала, что только свекровь, да, вот свекровь принимала участие, так, все важнее, участие, решение. Если вот женщина, молодая женщина, даже хотела из дома выйти к соседке, вот она должна была решить, но сейчас женщины говорят, что много чего изменилось, очень много всего. Даже вот в одной из горных сел нам сказали, что детский сад, открытие детского сада большое изменение принес в их жизни, потому что женщины, молодые женщины, вообще не выходили из дома, у них даже не было, возможности, чтобы пойти в маленький магазин. Ну, после того, как вот открыли этот детский сад, женщины вышли, они приводят детей, они потом в магазин заходят. Я извиняюсь, это в Аджари происходит? Это же очень сейчас продвинутое место. Это продвинутое место в центре. А, вот это не на поближе, это в горах происходит. В горах, да. Ну, эти мои примеры, не только из Аджари, но все-таки горные местности, конечно, они отличаются от воли, так сказать. А Усманов как тогда? Там по-другому. Я не могу говорить. Тоже ужасно, наверное. Не ужасно, я думаю. У них вообще другая, культурные традиции, другая, другая. Вот. Они такие сильные женщины. Ну, вот это. Они все сильные и все хорошие. Да? Ну, что мы нужны, как мы можем? Да. Мы должны думать о вот этих возможностях. Мы должны очень такой четкий, хороший анализ, всегда делать всех политических законов, секторов экономики, чтобы выявить вот эти гепи и потом не так и сделать. И сенситивная экономическая политика это то, что расширит экономическое... Спасибо, извините. Спасибо.